Это новости ТВК, спасибо, что остаетесь с нами, мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. Брат известного, а, извините, как разгружают вагоны с углем и как нагревают батареи? Такие вопросы специалистам сибирской генерирующей компании задавали дети, приехавшие на экскурсию на ТЭЦ-3. Наша съемочная группа тоже узнала много любопытных фактов о теплоэнергетике. Репортаж Ангелины Селиной. Сейчас вам кассочки раздадут, да, они защищают от чего? Дети знают? Ну-ка, от чего? От строительства, ну, чтобы там, чтобы на голову что-то не попало. Ой, молодец! Надели каски и в образе настоящих рабочих ребята отправляются внутрь огромного предприятия. На специальной экскурсии детям, большинство из которых с ограниченными возможностями, расскажут о том, как бы в квартиры поступает тепло, а начинается этот путь с угольного склада. При нагреве, с этого кусочка начинает выделяться газ летучий, и он начинает гореть. Вот он сгорел, а то, что осталось, называется коксовый остаток, шлакчик. Чтобы не разгружать вручную вагоны с тоннами угля, их переворачивают с помощью автоматической системы. Огромные цеха, котлы и приборы дети видят впервые. Зрелище вызывает восторг. Ну, очень классно. Очень. Я так в шоке, я даже не ожидал, что завод такой большой. Почему на этих штуках, на вот этих трех, разного цвета, кругляшки, желтого, черного, красного? Разобраться в агрегатах не так уж и просто, но дети проявляют любознательность и задают вопросы. А некоторых мощная аппаратура вдохновила на выбор профессии. Поработать здесь бы хотел. Ну, узнал, как работают с углом здесь, какие здесь бывают отделы, с чем работают еще здесь. Здесь электрический отдел есть, мы сейчас в нем находимся. Турбоэнергогенератор. Проводить такие экскурсии, чтобы дети могли уже сейчас задуматься о своем призвании, необходимо. Ведь, чтобы добиться успеха в какой-либо области, людям с ограниченными возможностями предстоит проявлять намного больше усилий. Так считает Елена Нига, руководитель общественной организации. Может быть, когда-то, когда будет перед работодателем в будущем стоять выбор взять обычного человека, или, может быть, даже кого-то из наших ребят, то вот этот профессионализм их, который, возможно, за счет выигранного времени у них будет, может быть, сыграть в пользу каждого из них. Впереди у этих ребят походы на другие красноярские предприятия. А 27 августа при поддержке Сибирской генерирующей компании дети поедут в Санкт-Петербург изучать живопись Эрмитажа. Ангелина Селина, Владимир Антонов. Новости ТВК.